Появилась такая разновидность киберпреступности как crime as a service, то есть фактически киберпреступность как облачный сервис. В связи с этим логично возникает вот такой вопрос. Как вы думаете, видимо, ответом на появление такого сервиса должно стать появление сервиса и развитие сервиса security as a service. Как вы смотрите на перспективы такого предоставления услуг безопасности и продуктов безопасности, и что планирует делать ЦИСК в этом направлении? Данный вид сервисов, он действительно существует, и более того, он начинает очень активно развиваться, особенно в последнее время, когда многие отмечают нехватку специалистов в области информационной безопасности, неспособность оперативно со стороны учебных центров и вузов готовить нужное количество специалистов по безопасности, поэтому со стороны заказчиков, разумеется, возникает желание переложить данную задачу на специализированные компании, которые и будут предлагать безопасность именно как некий сервис, к которому можно обращаться либо на постоянной основе, либо по мере возникновения инцидентов, либо по мере фиксации атак. Поэтому сам по себе набор сервисов security as a service, он разбивается, в свою очередь, на множество составляющих. Это сканирование защищенности различных ресурсов предприятия на предмет нахождения уязвимостей. Это борьба с ДОС-атаками, когда трафик, направленный в сеть предприятия, вначале пропускается через специальные защитные фильтры, где мы можем фильтровать различные атаки, в том числе и ДОС-атаки. Это, разумеется, управление как сервис, когда предлагается услуга security operation center as a service, когда данные с средств защиты, установленных на предприятии, стекаются во внешний центр мониторинга и управления, где сидят квалифицированные специалисты в круглосуточном режиме, мониторивающие атаки на внутренние, либо внешние ресурсы. Компания CISCO, в частности, работает именно по последнему направлению, предлагая для своих заказчиков услуги managed security, когда те средства, зачастую это наши средства, разработанные нами, либо других производителей средств защиты, установленные либо на периметре, либо внутри корпоративной или ведомственной сети предприятия, отдают данные в наш центр, и мы, собственно, им управляем. Один из, наверное, крупных наших заказчиков в этой сфере, это компания Shell, которая в прошлом году заключила с нами многомиллиардный контракт в этой области, и мы отвечаем за управление безопасностью всей компании Shell. Поэтому это действительно очень перспективный рынок в условиях нехватки специалистов и роста квалификаций со стороны злоумышленников. Специалисты в области информационной безопасности, корпоративной, очень любят защищать периметр. Периметры, стационарные компьютеры, серверы и так далее. Но при этом сейчас мы видим тенденцию бурного роста трафика с мобильных устройств. Просто бурного роста. Это касается и России. Бурно растут продажи различных умных абонентских мобильных устройств. Сами стационарные устройства трансформируются в виртуальные десктопы. При этом понятие периметра исчезает. Как вы смотрите на этот процесс? Как, на ваш взгляд, будет трансформироваться рынок ИБ в России в этой связи, который там процентов на 60 состоит из средств защиты как раз периметра и сетевой безопасности? Мы действительно видим проблему с этой стороны, потому что даже если не рассматривать мобильные устройства как таковые, которыми пользуются многие сотрудники за пределами корпоративного или ведомственного периметра, существует немного иная часть проблем, связанных с попаданием вредоносных программ, либо реализацией несанкционированных действий через незащищенный Wi-Fi на предприятии, через принесенные в нарушении всех правил 3G, 4G модемы, которые подключаются к компьютеру, через процесс синхронизации мобильного устройства со своим стационарным компьютером в обход, опять же, периметра. В конце концов, известно немало случаев, когда именитые производители, распространяя свое программное обеспечение на компакт-дисках, по случайности заносили туда и вредоносный код, тем самым этот код распространялся по сети, опять же, минуя корпоративные и периметровые средства защиты. Поэтому у нас в компании, и это послужило отчасти и таким толчком к разработке целого пласта новых средств защиты, реализован так называемый унифицированный, концепция унифицированного доступа, которая подразумевает, что неважно, откуда сотрудник, неважно с какого устройства он подключается к защищаемым ресурсам. Это можно делать изнутри, снаружи, это можно делать с защищенного соединения, незащищенного, с проводного, беспроводного. Субтитры создавал DimaTorzok